Здравствуйте, меня зовут Сидорова Дарья. Ежегодно в день весеннего равноденствия 22 марта чтят память сорока святых, севастийских воинов-мучеников, которых жестоко пытали, чтобы они отреклись от веры во Христа. Иначе этот день называют сороками-жаворонками. Считается, что с него начинается полноценная весна. В этот день в домах принято печь булочки в форме птичек, символа весны. А бычий готовить хлебных птичек в России бытовал повсеместно. Называли их по-разному – жаворонки, тетерки, кулики, скворечники. В разных местах на свой лад украшали выпечку, рисовали старинные узоры, вплетали разноцветные лоскутки, бумажные ленточки. Различные существуют и формы самих булочек. Завевают спирали, завязывают узелки, сажают на спинку пузенцов. Украшение жаворонков имеет особый смысл – закармливание весны с надеждой на богатый урожайный год. Так полосы на спинах и крыльях, частые ямочки, точечки символизируют засеянное поле. Печенье давали ребятне, приговаривая – жаворонки прилетели, на головку детям сели. Детвора забиралась повыше, привязывая жаворонков к шестам, и зазывала птиц скорее прилететь и принести в весну. В деревнях это утро было очень оживленным. Дети бегали с жаворонками по улицам и делились новостью со всеми жителями. Весна идет. Тут же произносились разные заклички. Жаворонки, прилетите, студену зиму унесите, теплую весну принесите. Зима нам надоела, весь хлеб у нас поела. Жаворонки, жаворонки, прилетите к нам, принесите нам лето теплое, унесите от нас зиму холодную. Нам холодная зима надо скучила, руки-ноги отморозила. Жаворонки, жаворонки, прилетайте к нам, приносите нам весну красну, красносолнышку, теплую гнездышку. Так и бегали ребята весь день. Ведь если летают птички-выпечки, то к ним приманятся и настоящие живые птицы. Лишь к вечеру булочки можно было и есть. Тут тоже был свой ритуал. Вначале съедались хвости как крылышки. Остальное откладывалось, непременно оставляли немного для того, чтобы угостить птиц. В этих детских забавах ученые видят отголоски древних языческих ритуалов, жертвоприношений, связь с аграрными ритуалами Древней Руси.